СЕРЫЕ ВОРОНЫ При этом к родительским обязанностям эти птицы относятся очень ответственно и, защищая птенцов, способны даже пожертвовать собой. Впрочем, чтобы довести ворон до ярости и прямого боестолкновения, нужно очень постараться. Птицы очень благородные в том плане, что сначала она долго каркает, предупреждая, потом хлопает крыльями. Часто можно видеть, что она вроде как расправляет крылья, но не налетает. Они же тоже очень умные. И если они видят, что это не помогает, только тогда она может клюнуть. Если же она видит, что она пролетела над головой, даже не задев, и человек уходит, она не будет повторять эти попытки. Все четыре поступившие от горожан жалобы на якобы агрессивное поведение ворон Ирина проверила лично. На камеру сняла спокойно сидящих птиц, поговорила с заявителями и очевидцами. И в результате ни один факт нападения подтверждения не получил. И теперь те, кому мешают гнезда, начинают звонить и придумывать вот такие истории. То есть это либо учреждения, которым нужно облагородить территорию, либо это люди, у которых гнездо оказалось построенным рядом с балконом. То есть карканье птенцов, которые зовут своих родителей, оно, видимо, раздражает человека. И они для того, чтобы сняли гнездо, начинают рассказывать о том, что им там вцепляются в лицо, когтями, наносят какие-то увечья и так далее. Хотя, в принципе, для ворон это не свойственно. При этом все гнезда, птенцы и взрослые птицы, даже в черте города, находятся под защитой закона об охране природы. Любая дикая птица, которая находится в гнезде с птенцами, либо насиживает кладку яиц, она находится под охраной. То есть уничтожение этих птиц, их птенцов и причинение вреда их здоровью запрещено законодательством. За вход Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту Любовь Михайловна готова защищать доброе имя оклеветанных ворон. Вот у нас уже здесь давно находятся эти гнезда. Вот уже четыре гнезда ни разу на нас не нападали, не знаю. Вроде мирно с ними живем. И бывает и подкармливаем, но чтобы на нас нападали или еще что-то такого не было. В любом случае проблема вскоре решится сама собой. Воронята встанут на крыло к концу мая, и родители уведут молодежь на воспитание в более уединенные места. Тем не менее орнитологи на будущее призываются граждан к терпимости и гуманизму. Вороны, как и другие пернатые жители города, делают Челябинск более живым и разнообразным. Юлия Алексеева, Егор Голубкин, СТС Челябинск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова